Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседа с батюшкой» Я, ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Иванова Вознесенской епархии и романах Макарий Маркиш. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте всем! Добрый вам день! Спасибо, что вы сегодня снова с нами. Сегодня мы ответим на накопившиеся вопросы от наших телезрителей совершенно различного характера и различных, можно сказать, векторов и плоскостей и так далее. С удовольствием! Первый вопрос. Как понять отрывок из Евангелия от Матфея, 7 глава, стих 6? «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы не попрали его ногами своими, обратившись, не растерзали вас». «Не растерзали вас». Совершенно верно. Вот это продолжение этого стиха, это отрывок из Нагорной проповеди, между прочим, его часто опускают и говорят только про святыню псам, что вот надо быть такими, мол, гордыми, что никому ничего не давать, что там псы кругом бегают. Ясно совершенно, что речь идёт о собственной духовной безопасности, что вас могут растерзать эти свиньи, ну, какие-то злые силы, негативные какие-то воздействия на нас. Всё зло, которое существует в этом мире. Ещё надо быть аккуратным, сдержанным. Вот хорошее очень правило такое, общечеловеческое. Сначала подумай, а потом промолчи. И им надо пользоваться. Им надо пользоваться. А оно впирается прямо на слова апостола Якова о том, что не пускайтесь лишний разговор, ну, помните, да, о том, какую опасность приносит язык. Действительно, говорить тогда, когда эта речь приносит пользу. Всякое праздное слово даст человек ответ перед лицом Господа. Не нужно тратить праздные слова. Сдержанность. Вот замечательное качество человека – молчаливость, сдержанность и способность говорить тогда и то, когда это приносит людям пользу, а не просто так сотрясать воздух. Или, как у нас говорят, надо самоутвердиться. Я вот хочу там себя выявить, проявить. Это никому не нужно. Вот я думаю, правильный совершенно ответ. Батюшка, а вот есть люди открытые. Ну вот хочется им поговорить, поделиться. Они радостные, они абсолютно позитивные. Такие вот светящиеся люди, вот они всё рассказывают, то, что у них в жизни происходит. Хочется – это недостаточная мотивация. Если такой открытый человек попадает на благодарного и разумного слушателя, или, по крайней мере, просто доброго слушателя… Который не будет против него что-то делать. Совершенно верно. Которого выслушает, кивнёт, по плечу, что-нибудь утешит. Прекрасно, слава богу. Но эти открытые люди нередко попадают в ситуации, когда не нужно свою открытость демонстрировать, когда совершенно не до них, или обстановка не позволяет, или аудитория не та, или вообще что-то не то. Ну и отсюда неприятности. А как вот научиться, не знаю, то ли чувствовать, когда нужно говорить, когда не нужно? Это жизненный опыт. Это жизненный опыт. И, кроме того, это ещё и обратная связь. Я начну что-то говорить, и чувствую – бац! – тут контакта нет. И быстро, аккуратно свернуть этот разговор. Но не продолжать его, когда я вижу, что разговор этот поздно не пройдёт. То есть допускается какая-то некая хитрость, наверное. Что хитрость? Нормальная проверка обстановки. Ничего там такого нет. Это, в конце концов, такой нейтральный и благодоброжелательный контакт между людьми. Это же не то, что как Муцей сцеловал известный римлянин, который разговаривал со своими... Ну и те, кто пленил его. Он положил руку, если помните, на жаровню. Рука его стала гореть, мясо, значит, дымится, живой руки. И он с ним ведёт разговор, чтобы показать, доказать, что такое, что за люди римляне. Вот. И ему удалось доказать, что люди римляне, люди серьёзные, и осаду из римлян сняли тогда. Вот. Но от нас это не требуется, не дай бог, не нужно нам это. Ну так интересно. Следующий вопрос от телезрителя. Скажите, пожалуйста, с какого возраста нужно начинать ребёнку рассказывать о Боге? И с чего мне начать, как крёстный? Вам, как крёстному, надо начать с контакта между вами и родителями детей, и ребёнка. Вот что главное. Ребёнок маленький ещё. А родители-то у него взрослые. И если вы установите нормальный, дружеский, христианский, человеческий контакт с родителями, то вы ставите там свой человек, это очень хорошо. Вот этот институт восприемников, так называемый, он служит для того, чтобы увеличивать родственные связи между людьми. У нас возникают новые родственники. Когда вы становитесь кумом ваших кумовьёв, родителей ребёнка, вы тем самым выходите на магистраль дружбы с ним, общения, единения. И это нормально, и это очень хорошо. И по ходу вашего общения с родителями ребёнка вы начинаете понимать, когда что ребёнку годится. Дети все разные. Один ребёнок в три года будет слушать какие-то достаточно абстрактные, или, по крайней мере, рассказы, оторванные от непосредственной реальности. А другой в 11 лет вас слушать не станет. А зато с ним можно сделать какое-нибудь доброе дело, пойти в колокола позвонить или помочь на строительство храма. Мало ли что. Но найдёте возможность определить по обстановке, что годится этому конкретному ребёнку. Но ещё раз повторяю, ключ к успеху – это ваша дружба с кумовьями, с родителями ребёнка. Потому что если её нет, всё это становится бумажным делом. А если она есть, это прекрасно. А если вот ты многодетный папа, и у тебя ещё очень много крестников, как в атвитации? Очень много. Ну, по возможности, понимаете. В сутках только 24 часа, в любом случае. В неделе только 7 дней. Но обычно, честно говоря, если многодетные семьи есть, они притягивают к себе других детей. Дети любят приходить в гости к родителям многодетных семей. Какой-то получается такой буквально домашний детский сад. Это тоже очень хорошо. Ну, просто не хватает времени, наверное, банально. То есть ты не сможешь со своим крестником поговорить, вот что такое Бог. Как говоришь, что такое Бог, это в духовной академии пытаются. И то без больших успехов. Да, я с вами селёшься. Конечно, да. А детьми нужно быть. Детям нужно давать своё внимание. Детям нужно помогать вырастать из детства во взрослость. У нас, иногда говорят, развлекать. Это не очень хорошее слово – развлекать детей. Но при правильной трактовке, при правильном понимании создавать детям такую жизнь, которая будет им интересной, которая будет для них радостной, которая вносит в их повседневное бытие вот эту вот дорогу ко Христу. Когда дети сидят, тычут пальчиком в эти дурацкие приборы, свои электронные телефоны, как они там зовут, телефоны. Гаджеты. Да, да, да. Ну, если ему удаётся этому ребёнку оторваться от него, от этого прибора, и увидеть что-то реальное, что-то сделать, с чем-то обрадоваться, развлечься в хорошем смысле этого слова, в правильном, ну, значит, вы достигли цели. Бог знает наши мысли. А демоны и ангелы знают их? Ой! Про демонов, знаете, друзья, как говорила бабушка одна, не знаю и не дай Бог узнать. Что касается ангелов, ну, тут несколько сложнее, а, ядновременно, проще, потому что ангелы – это добрые начала, добрые силы, но в том же время они находятся в подчинении Господа. Ангел – это посланник, да, вот, можно даже сказать так немножко обобщённо, что это энергия Божия, реализация какой-то Божьей воли. Вот что такое ангел. Демон – существо абсолютно оторванное от Господа, от человека. Ну, можно ответ, тем не менее, дать на ваш вопрос, сказать так, что частично, вероятно, они знают про состояние человеческой души, но не полностью. Частично знают, частично даже человек может узнать, он вас посмотрит и скажет, так, вы нервничаете, так, вы потеряли бдительность, так, вы, наоборот, на изготовке, власть с интересом к противоположному полу возник, или, наоборот, утрачил. Вот это просто обычный здравый смысл. Позволяет людям делать такие выводы. Уж демоны, конечно, такие же выводы могут делать. Плюс, может быть, какие-то мистические особенности им присущи. Но полное знание человеческой души надо полагать им не присуще, в силу того, что оно присуще только самому Господу. Спасибо за ответ. Я так вот... Это вопрос не догматический, а скорее такой исследовательский. Кому мне молиться, батюшка, чтобы понять, кем мне стать будущим? Какую профессию выбирать? Ну, молиться, понимаете, молитва, личная молитва, личное дело каждого. Кому вам молиться, решайте вы, исходя из ваших личных интересов и личных намерений. А вот какую выбрать профессию, вопрос скорее практический, чем духовно догматический. Пожалуй, что на этот вопрос ответ дается не посредством молитвы, а посредством живого практического опыта. Представьте себе, христианин бы сказал, кому мне нужно молиться, чтобы у меня вырос на поле хороший урожай? Мы бы сказали любезно, кто ты христианин, разбирайся со своим полем, какое что посадить, как удобрить, как полить и так далее, и тому подобное. А молитву дело хорошее, но без труда на этой ниве там ничего не вырастет всё равно, кроме бурьяна. Как бы ты ни молился, с какой бы силой, и кому бы ты ни молился. Вот приблизительно в таком же ключе надо ответить человеку, молодому человеку, который ищет себе вот этой вот профессиональной ориентации. Надо действовать, надо определить, оценить свои способности, свои возможности, возможности поступления в высшую школу, а может быть и отсутствие необходимости поступления в высшую школу, нет такой обязанности поступления в ВУЗ, но обязанность трудиться и обеспечивать себя материально, и делать доброе дело, в общем-то, есть у каждого. Возможности масса, они меняются. Если кто-то скажет, я хочу быть механиком по ремонту паровозов, вот прям кол на голове киши, ну, даже может, он и станет таким механиком, но ничего не заработает. Абсолютно. Вот так. Скажите, пожалуйста, где обитает душа до момента своего прихода на Землю? Как она зарождается? Нет момента прихода души на Землю. Душа возникает вместе с возникновением человека, а происходит этот момент зачатия. Очень хорошо на этот вопрос ответ даёт современная наука. А вопрос о происхождении души он как-то трактовался с разных сторон богословами в течение сотен лет. Но люди не знали, точно не знали, материально не знали, как возникает человек, человеческое тело. И сегодня мы это прекрасно знаем с влиянием двух гомет мужской и женской половой клетки при возникновении уникального генетического набора. Так вот, совершенно естественно приложить к этому же моменту возникновение души. А вот как возникает душа? Создается ли она естественным путём? Каким-то образом отделяется ли она от души отца и матери? Или это творческий акт Господа, который в этот момент её создаёт? На этот вопрос ответа нет. И, точнее сказать, есть разные мнения разных христианских авторитетов. Одна из тех тем, по которым не имеется догматического суждения церкви. Но догматическое суждение церкви есть о том, что души не существуют прежде человека как такового. Прежде существования душ или предсуществования душ было объявлено ересью, ещё на Пятом Вселенском Соборе в VI веке. Ну да, то есть не нужно уходить в мудрствования какие-то. Всё, в принципе, понятно. Правильно. Это очень разумное замечание о границах познания. Мы душу не можем исследовать. Душа не является, не может быть предметом позитивного знания. Душа нематериальна, поэтому позитивное знание, познание материи вокруг нас к ней неприменимо. Можем только делать некоторые выводы на основании частных наблюдений и священного писания, но ответа здесь мы не имеем. Скончался супруг, люди пыли венчаны, и остались венчальные свечи. Что с ними делать? Даже супруг скончался. Это очень печальный факт, но всем нам предстоит так или иначе уметь. А вот свечи служат для того, чтобы гореть и давать свет. Я бы предложил всем людям, у которых есть дома свечи, венчальные или какие ещё, их зажигать, чтобы они горели. Давали свет во время молитвы или просто в какой-то хороший момент. И хранить, экономить, копить. Ну, зачем? Ну вот, если честно, батюшка, вот у меня есть дома венчальные свечи. Моя супруг говорит, зачем мне нужны? Скажите свой же. Ну вот, а для меня это вот что-то такое важное, которое нужно хранить. Вот монах, вот вы же знаете это. Монах хранит свечу и крест постеринга. И потом в смесь с этим... Действительно, они у меня лежат. Вы правы. С этой свечой и крестом похоронят. Ну, похоронят или нет, я уже вряд ли смогу этим распоряжаться. Ну, по крайней мере, есть такая традиция. Ну вот для меня венчальные свечи, конечно, меня не будут хоронить с венчальной свечой. Но опять же для меня это что-то важное, что-то вот это память. Я думаю, что вам надо с женой достичь консенсуса. Нет, у нас нет конфликта. Я просто говорю то, как есть. Ну, понимаете, тут есть такое качество, которого своеобразное наименование церковно-славянское – мшалаимство. То есть такое неправославное наименование – это барахольничество, когда очень много всяких вещей скапливается. позапрошлогоднее вербочка, какая-нибудь там мешочек, где было находилось пасхальное яйцо, еще что-то, еще что-то, остаточки какие-то от антидора, который кто-то не доел, или артаса, или еще что-то. Копится-копится, становятся пищи для разных насекомых, мышей, пыль все это собирает. Друзья, зачем? Ну ведь мы же хороним от цветов какие-то вот вещи, там вот поясок, и оно шанхайское. Вот и все, у него поясков-то и пасахов было немного. Вот я вам сейчас расскажу, друзья мои, про Иоанна Шанхайского, вспомнили? Это же не назовешь барахольничество. Это не барахольничество, это очень важное, из этого иногда делаются очень важные интересные выводы. Вот слушайте меня. Есть в Сергиево-Посаде так называемый ЦАК, церковно-археологический кабинет. Да, я его очень хорошо знаю. Вот. Один раз, ну я там бывал пару раз, один раз там провел времени несколько больше, там надо было что-то ждать, и на витрине был выставлен экспонат, новый по всей вероятности, еще был патриарх Алексей Второй жив, и там подпись его была, что вот я предпровождаю в церковно-археологический кабинет, амафор святителя Иоанна Шанхайского. Хорошо, интересно. Что это за амафор, друзья мои? Это полотенце с маленькой оторочкой, но по уровню его вот этой вот декоративной ценности в том монастыре, где я жил, не дали бы руки утирать таким полотенцем, скажем, что это удали, такую какую-то просто тряпку какую-то. Это был амафор святителя, потому что в тех условиях, когда он жил, не было возможности ни для парчи, ни для вышивки, ни для золота, ни для серебра. Я помню, как бабушка мне стихарик шила из занавесок. Он такой золотого цвета был, более-менее подправить. Но мы ещё с вами не достигли. А обычная лента, ну это начало 96-го, можно сказать. Да, совершенно верно. А про обычную ленту вот эту. Совершенно верно. Так вот, почему этот амафор был передан в ЦАК, я бы совершенно убеждён. Для того, чтобы будущие наши священнослужители, а кто и архиереи, видели, как облачался с великий святой 20-го столетия. Ну так. А просто так хранить. Ну понятно, если был бы жезл там или ещё какая-то святыня. А их обычно хранят в таких вот местах, доступных для общего обозрения, почитания. Вшивают, вклеивают, вставляют в иконы. Всё это прекрасно. Вот у меня есть камушек от могилы поиститогорца. Вот как-то я его... Когда мне его подарили, вот такой маленький-маленький, я не знал, куда его деть. Ну выкидывать вроде как святыня. Положил в кошелёк. Вот уже второй год на что этот камешек? Вот есть и есть. Ну хорошо, если вам начнут дарить камушки за камушком. Представляете, каждую неделю по камушку. Но пока только один, но всё равно. Да, был очень интересный эпизод, противоположный немножко. Ну, Васька, вот... Я понимаю вас. На Селегире был молодёжный лагерь, там было много разной молодёжи, юноши, девушки. Вот одной девушкой я познакомился. Ну, я монах, что мне, мне не страшно с девушками знакомиться. Вот. И она мне тоже понравилась, я, видно, ей понравился. Она мне подарила, взяла мне на запястье, когда мы с ней прощались, завязала какую-то нитку. На запястье говорит, батюшка, я вот вам хочу завязать такую нитку. Я не стал... Не красного цвета, да? Бух, я уже не помню. Может быть, и красного. Это какой-то вот... Есть такое... Что-то она завязала мне. Завязала, и так мы с ней простились. Потом я думал, что я буду носить что-то нитку. У меня чёткие на запястье, это да, для дела я их использую. Думаю, сниму эту нитку. Снял. Думаю, что выкидывает. Девушка симпатичная, забыл же, как её звали, правда. Взял её, эту нитку, и привязал к ключам. И через несколько дней ключи я потерял. Вот как бывает. Батюшка, вот эти вот моменты, которые, я не знаю, до абсурда лета доходят, не до абсурда, да? Вот от могилы камешки, напустим, например. Может быть, какие-то личные вещи, кусочек земли. Земля, совершенно верно. Что это такое для нас православные? Это что, обереги, это какая-то мистика, либо это совершенно нормальное явление духовной жизни? Ну, не вполне нормальное явление. Это некая дорога, конечно, к магии. Это дорога к магии, которой надо оберегаться, остерегаться этой дороги к магии. Ну, камень. Ну, подарили хорошо, некий знак приязни. У меня тоже несколько таких вещей есть. Каждая из них связана с каким-то событием прошлого, событием жизни, с каким-то человеком. Вот как-то ниточка от той девочки. Ушла в небоседе. Кончилась плохо, да. Потери ключей. Но что делать? Важно здесь вот с трезвым, здравым смыслом сохранять какую-то здравую миру. Здравую миру. Потому что сплошь и рядом, судя по рассказам людей, особенно женского пола, это становится некой уже нагрузкой просто на домашний обиход. Ну, и такое бывает, да. Вот так. Но, скажем так... Это явление нужно исключать из жизни. Как это вы видите? Ну, я думаю, просто здравой мерой как-то так вот удерживаться от излишнеств. Я скажу так. Вот у меня с давних времён, тоже не я выдумывал, но кто-то подсказал, сначала в квартире, где я жил, потом уже в кель, находятся два мешка или два мешки в наше время для мусора. Один просто куда-то, там, не знаю, что сбросишь, там какую-нибудь бумагу засальную или всё что-нибудь. А другой мешок для мусора, куда кладёшь вещи, которые ты не хочешь, чтобы лежали в общем мусоре. Вот я письмо получил, например, от кого-нибудь, какого-нибудь там, дорогого человека, я его не буду бросать туда, где лежат объедки или обёртки. Я его положу в тот мешочек, второй. У меня была псалтия, я сам распечатал её там немножко с изменениями. Это она совершенно за, сколько там, шесть-семь лет она превратилась уже в лохмоть и вся. Я тоже туда положил. Прошло какое-то время, когда она полностью этот мешочек вынес на двор и в безопасном месте сжёг всё, что там находится. Всё сжёг, пыль уже, как сказать, пепел остался. Такое, ну, как сказать, торжественное погребение. А в самом деле, а что с ними делать? Бросать не надо. Закапывать землю, некоторые вещи говорят, надо закапывать. Ну, бывает, да, скажем, просфора, которая за ней снивела. Что с ней делать? Бросать нехорошо. Участие в литургии, в этой просфоре. Гореть она гореть не будет. Ну, закопайте в землю, друзья, на что делать. А что делать, вот, допустим, есть поиски с молитвами? Ну, да. Вот бывает, мне даже говорят, вот надо носить его, обязательно обвязываться. Но за эту молитву поскольку не читаешь. Не обязательно. И что это такое вообще? Не обязательно. Я думаю, что здесь, с одной стороны, конечно, какие-то суеверия, предрассудки прорастают. А с другой стороны, это может быть и память нашей истории. Ту же самую войну, о которой мы как-то с вами вели разговор. Вот, солдат, не имея возможности на их сеть, ни на тельный крест, чтобы никто не увидел, ни молиться, так, чтобы никто не увидел, он мог этот поясок где-то носить себе под бельём, как вот такую живую реальную связь, материальную связь со своей матерью, которая может подарила им этот поясок. Ну, вот так. В наше время у нас есть другие материальные связи с христианской жизнью. Ну, что, в поясках большой нужды нет. Понятно, спасибо. Вот я всё-таки убеждаюсь в том, что я всё-таки чуть-чуть вот этот барахольчик, ну, не знаю, но мне нравится, когда я могу, храню вещь, связанную с какой-то интересной историей или случаем, или важным мне человеком. Ну, Важно вам не конфликтовать только с женой по этому поводу, чтобы она вас не шпыняла из-за этого. Это важнее. Это важнее. Ну, я думаю, что да, я с вами тут соглашусь, и, наверное, каждый, кто-то сейчас смотрит, тоже согласится. Мир в семье всегда важнее. Следующий вопрос касается такое воспитание детей. Вот скажите, пожалуйста, можно ли применять ремень в том случае, если дети не понимают в словах ни с первого, ни с десятого раза? И как вообще повлиять на детей, если они вообще не слушаются абсолютно? Вот мы говорим дети, и мы здесь промахиваемся, потому что дети очень разные. Дети от, не знаю, от года и до 18. Это же дети. И в целом ответ... Кому-то и до 25. Это же дети. Ну, по крайней мере, в 18 лет мы уже говорим, что всё. Это совершеннолетний всё. Призывник. Да, уже, как это сказать, пуповина обстрижена. Но в целом ответы на физические, вопросы физических, телесных наказаний, ответы отрицательные. В целом мы говорим, нет. Но маленькие дети, которые, как пишет корреспондент, не просто проявляют какие-то негативные формы поведения, но реально угрожают своей жизни, своему здоровью или жизни здоровью окружающих и не понимают, что они делают, увы, требуют телесного наказания. Маленькие дети, подчёркиваю, в особых случаях, ну, типичная ситуация, берёт, лезет в штрепственную розетку. Вообще, есть заглушки очень хорошие, но вот данный конкретный момент, то разбаловался ребёнок, а я отвернулся, он опять туда лезет. Я ему там говорю, ну, нельзя, я отвернулся, он опять туда лезет. Ну, что делать? Вот тут физическое воздействие становится печальной необходимостью. И таких ситуаций не так много, но они есть. Значит, совет, или точнее, требование педагогов делать это без нагрыва, без гнева, а именно сознанием того, что это печальный факт, печальный случай. То есть, сам факт того, что можно ремнём наказать, он имеет место быть в воспитании? Ну, ремнём, я уже знаю, чем, это уже вопрос второй. Главное, причинить физическую боль. Причинить физическую боль. Увы, печальная необходимость в тех случаях, когда нет другой возможности предотвратить ребёнка от нанесения, от, ну, сказать, опасного поступка. А до какого возраста можно так наказывать? Или с какого, до какого, как вы считаете? С какого? В общем, ребёнок совсем маленький младенец, он такие действия не совершает. Очевидно, да. Как только он становится способен, вот, значит, где-то в районе двух лет приблизительно, полутора-двух, он начинает нас, что называется, испытывать. И вот когда эти испытания он производит, то, естественно, понятен, как право, не всегда некоторые дети понимают, когда родители нахмурятся или голос, соответственно, меняется, дети, некоторые чувствуют, а некоторые не чувствуют, продолжают свою, значит, активность. Вот тут, увы, 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 ещё раз подчёркиваю, необходимо физическое воздействие. И до того момента, как они начнут понимать, что они говорят? Или возникают другие способы их дисциплинировать? Опять же, конечно же, мы против насилия детей, да. Ну, физические наказания становятся редкой необходимостью. Нужно быть внимательным, всё-таки бывает. Всякое бывает сейчас. И бывает, и калечит детей всё-таки. Ну, извините. Мало ли бы, в преступных, в уголовных преступниках тоже существуют, и безумцы, и кто угодно, которых следует лишать одетических прав, без всяких сомнений. Ну, и к тому, что люди, которые нас увидят, не посчитали это как? Благословение батюшки наказывает... Рассказывает вам священнослужитель, любой педагог скажет вам приблизительно то же самое. Детей не следует, нельзя применять к ним меры физического воздействия, кроме тех случаев, когда это необходимо для охраны жизни и здоровья. грех ли оказывать юридические услуги по разводу, получается, становишься участником разрушения семьи? А вы знаете, вот этот вопрос требует несколько более внимательного ответа, чем просто «да» или «нет». потому что люди не понимают, что такое развод. Им представляется, ошибочное представление, что развод – это разрушение семьи. А развод – это не разрушение семьи, а похороны разрушенной семьи. Примерно такой же абсурд, как бы сказать, вот вы хороните людей, это значит, вы способствуете их смерти. Они уже умерли, эти люди, их надо похоронить, куда же деваться-то? То, что они умерли печально, болезнь там, что старость, потому что там врачи за них боролись, но борьба заканчивается иногда поражением, люди умирают, а умерших хоронят. Вот ровно то же самое относится к браку и к разводу. Если, это не все понимают, я говорю вам, и начинают разыгрывать карту развода, сегодня она, извиняюсь за выражение, с ним спит, а завтра она с ним разводится, а послезавтра она с ним мирится и опять возвращается на круге своя, это безобразие высшей меры. Развод, мы именно понимаем, как фиксацию факта умершего брака. Брак умер, его больше нет, как брак, как живого существа, значит, надо оформлять развод. До тех пор, пока брак есть, пока брак жив, пока остаются супружеские отношения в той или иной форме или возможность их возобновления, то мы, мы священники, мы общество, стремимся к тому, чтобы этот брак исцелить, излечить. Сюда следует ответ на вопрос, что да, если этот развод, это понимается именно так, погребение умершего брака, разумеется, надо оказывать людям помощь в этом печальном деле. Батюшка, чем отличается доброта от любви? Человек с добрым сердцем и любящим сердцем. Как вас грани этих понятий? Близкие направления, близкие качества человеческого, человеческой личности, но под любовью мы понимаем самоотдачу, самопожертвование. А доброта в известном смысле тоже движение навстречу ближнему, но доброта может быть и не доходить до меры любви. Если муж и жена любят друг друга, это прекрасно, они должны любить друг друга. Добрыми могут быть они, муж и жена, к различным лицам противоположного пола и друг друга, в общем-то, не особо-то ревновать по этому поводу. Но намерение любить и эмоции, которые с этим связаны, должны быть ограничены супружеском. Понятно. Если ребёнок родился тяжело, еле выжил, а потом оказалось, что у него порог сердца несовместимый с жизнью, то есть он выжил всё-таки после операции, угоден ли он Богу? Ну, знаете, вот этот вопрос, что Богу угодно, что нет, это уже какая-то холастика совершенно. Но эти вопросы возникают, эти вопросы нам присылают. Ну, что угоден и угоден. Если он жив, мы о нём заботимся, как о живом. Если он инвалид и тяжёлый инвалид, мы всё равно о нём заботимся. Семьи, в которых живут дети-инвалиды, это семьи подвижников, настоящих героев. Мне такие семьи известны. У кого страдания физические, у кого и ментальные, дети-инвалиды бывают по своему развитию интеллектуальному. Всё это очень печально, но в то же время требует, в самом деле, человеческого самопожертвования, вот человеческой любви. Говорить, при этом ставить вопрос об угодности Богу, ну, честно говоря, это даже неловко. Богу не угоден грех, Богу не угодно зло. Вот это Богу не угодно. Мы это прекрасно понимаем. И стараемся воспитать себя самих, детей, друг друг друга, чтобы этого зла не было, чтобы быть угодными Богу, чтобы наше поведение было христианским. Если кто-то болен, ну, болен, болен, что делать? Мы знаем огромное, ну, не то, что огромное, большое количество святых людей, которые всю жизнь тяжело болели. Ну, самый, может быть, известный из недавних примеров, Блаженная Матрона Московская, которая пользуется такой огромной любовью русских православных людей, которая была слепа от рождения и парализована. Тяжелейшие, в общем, физические недуги. И что же она? Или преподобный Амбросий Оптинский, который тоже страдал тяжелейшими формами заболеваний, как-то еле-еле колебался между жизнью и смертью всю жизнь. Ну, последнюю часть своей жизни. Следующий вопрос. Почему у пятидесятников и адвентистов толкование Евангелия стоит вот на первом месте, они на всех собраниях всё время обсуждают и знают все тонкости, а в православии только обрывки смысла Писания? Ну, я опровергну, пожалуй, и то, и другое наблюдений. Кто там знает все тонкости? Ну, кто-то, может, и знает, если там есть образованные люди среди, особенно... Подготовлены мы, наверное, эти люди... Ну, если они учились и запомнили, хорошо осваивали Священное Писание Нового Завета, прекрасно, что они его знают. Можно их с этим поздравить. Хотя, я, честно говоря, не уверен в этом. Не знаю. У меня есть несколько знакомых, очень приятных людей из евангелических конфессий, но я не заметил, чтобы их особенное такое прямо знание Священного Писания, чтобы из них так, что называется, перло, если можно так выразиться, извините. А что касается православных, если какой-то православный человек знает Священное Писание Нового Завета в обрывках, беда с ним, его надо наставить на ум, чтобы он учил, чтобы он изучал Священное Писание Нового Завета. Про ветвий завет я здесь не буду говорить ни о чем. Это сложно, всё-таки огромный... Это не просто сложно, сплошь и рядом бывает и непродуктивно. Когда люди начинают читать Священное Писание Ветхого Завета, и у них начинает возникать всякого рода сдвиги в сознании, неразумные, совершенно неуместные. Вот, вы понимаете, как? Почему-то было время, когда требовали изучать Священное Писание Ветхого Завета прежде нового. Это явно методологическая ошибка. Когда наши далёкие предки, будь то славяне, а может и германцы, или другие народы, и даже греки, адресаты апостола Павла из числа язычников, когда они принимали христианство, они, конечно, знакомились с Евангелием, Благой Вестью, но чуть позже и со Священным Писанием Нового Завета, прежде чем Ветхого. Единственная группа лиц, которая строила своё восприятие христианства на знание Ветхого Завета, это были иудеи, для которых, ну, сам вот апостол Павел, например, люди, которые знали Ветхозаветное Писание, ну, от корки до корки, вот, в самом деле, сплошь и до конца. Ну, для них, естественно, это была база и основа. Им нужно было освоить, воспринять пророчества Ветхозаветные, правильно истолковать, что это действительно пророчество о Христе. Для всех остальных народов сам факт воплощения крестной смерти и воскресения Спасителя, вот, это и есть благая весть, из которой вырастает христианская вера. А священное писание Ветхого Завета служит здесь лишь вспомогательной мерой. Вот. Так вот, значит, возвращаясь к первоначальному вопросу, что это за православные, которые только обрывками знают священное писание, не годится никуда? Ну, таких полно. Очень плохо. Ну, что скажешь тут? Мало ли, какие у нас бывают недостатки, грехи и слабости? Надо их исправлять. Хотели бы узнать вот такая ситуация. Возможно ли венчание сначала в католическом храме, а потом в православном храме? Муж католик, она православная. Русский язык муж не знает. Вот. А она, естественно, не хочет венчаться в католическом храме. Тонкий вопрос. То есть и угодите ему, и сюда. Тонкий вопрос. Если мы посмотрим наши документы о браке, так называемых смешанных браках, мы там увидим, что церковь допускает в качестве меры экономии, то есть нисхождение на церковное венчание с представителями других христианских конфессий. Но там ничего не говорится о процессах, так сказать, обрядах или таинствах, не знаю, как там назвать, других конфессий. Мы не отвечаем и не принимаем в расчет то, что происходит в ремокатолической церкви. Мы говорим о том, что происходит в православной церкви. Говорим, что да, вас могут повенчать, ну, санкции архиерея, так, скорее всего. Значит, надо обращаться к архиерею, пожалуй. Допустит ли он двукратное выполнение обряда венчания в православной церкви или в ремокатолической? Или скажет вам, друзья, между двумя стульями не садитесь? Не знаю. И они архиереи, и эти вещи рассматриваются, конечно, индивидуально. По-хорошему сказать, конечно, я бы, если бы мне кто спросил, если бы прихожан такую историю бы рассказали, я бы сказал, ну, вы вашего супруга, если он с вами вступает в брак, вы его, сказать, убедите принять это таинство в православной церкви. А как вот вообще в этой ситуации быть? Вот ей вот, допустим, приставим себя, не повенчались, ну, неважно где, живут вместе, она всё-таки православная, он католик, у них рожаются дети. Трудно, да, поэтому церковь не рекомендует смешанных браков, как правило. Потому что семья может всё-таки развалиться из-за этого. Понимаете, на самом деле, какая бывает частая ситуация, опять по зарубежному опыту. Русские, и молодые люди обоего пола вступали сплошь и взяли в брак с соответствующими, значит, женихами и невестами из других конфессий. И картина типичная была в том, что русские-то имели веру достаточно живую, а их женихи и невесты свою веру не слишком-то уж акцентировали. И кончалось дело, так сказать, завершено, в достаточно быстрым переходом в вот этих вот женихов и невест, молодожёнов из других конфессий православную веру в православную церковь. Ставить условием переход принятия православия, ну, было как-то неловко и неуместно, так сказать, упираться рогом. Вместо этого молодые люди, любящие друга, готовые ставить друг друга мужем и женой, понимая, что вторая сторона со временем примет православие. Что происходило, например, с великой княгей Елизаветой Фёдоровной? Вот вам образцовый, так сказать, пример. Она стала женой гликого князя Сергея Александровича, по обычаю того времени, не меняя лютеранскую конфессию, но в скорости стала православной. И святой, в конце концов, почитаемой. Совершенно верно. И вот этот образец я видел в реальности, как эти люди из иных культурных этнических слоёв приходили в православную церковь и её любили и становились православными. Вот. А в иных случаях, когда начинают они тянуть друг друга в разные стороны, это дело в общем-то очень неблагоприятное, опасное и недоброе. Батюшка, как научиться любить людей, как перестать завидовать? Через покаяние. Если человек завидует и понимает, что это плохо, значит, он обращается к Господу в таинстве покаяния, в таинстве исповеди с просьбой о прощении этого греха, в осознании этого греха, в признании того, что его эта зависть это не его зависть, а его болезнь. Одно дело, я осознаю, что вот эта вот, там, не знаю, болячка, это вот часть меня. А другое дело, я осознаю, что эта болячка, это болезнь на моём теле, мне надо её от неё избавляться, надо её, так сказать, лечить, чтобы её не было. Вот такое отношение к своим порокам, к своим дефектам, к своим грехам, это и есть покаянное движение человека к Богу. Будто речь идёт о зависти или о других греховных качествах. И тогда всё становится на свои места. Вот это результат христианской жизни. Не то, что какой-то, вот как в отличие от болячек, там, помазали её мазью или применили хирургическую операцию, а тут приходится трудиться с года в год, быть может, и добиваться успеха. Машка, такой интересный вопрос. Я атеист, но мне интересно, что будет со мной после смерти по христианской традиции. Сам я крещён. По христианской традиции мы можем сказать там атеисту, что мы никаких вопросов не решаем. Господь Бог решает, что будет с человеком после смерти. От человека зависит принять свои меры двигаться навстречу Господу Богу в течение своей жизни земной. Если он не движется ему навстречу, ну, значит, что ж. Ну, нет, значит, нет. Господь это решит сам. Есть некоторые свидетельства Священного Писания Нового Завета о подобных случаях, которые ну, лучше этому атеисту бы заранее бы освоить и узнать. Батька, тоже вопрос. Я женат. Дети самостоятельно хочу развестись и уйти в монастырь. Тянет очень до слез. Что делать? Ну, до слез-то хорошо. Надо поплакать над судьбой вашего брака. Я ведь не знаю, что за человек в две-три строчки. За этими двумя-тремя строчками... Ну, жена живая, дети взрослые, живые, здоровые. Грица какая-то глубокая трагедия. Разрыв живого организма, живого семейного тела. Нам иногда приводят истории всяких святых, житей святых, что-то этим расходится в монастыре. Я не знаю. Житей, можно сказать, с этими святыми там я не общался. Но с нашими верующими или полуверующими, или на треть верующими, которые вот такие себе устраивают семейные трагедии, я обвидел их. И сплошь и рядом эти семейные трагедии ещё и стимулируются каким-то посторонним влиянием всяческих лжестарцев, лжеавторитетов, которые интересуются чаще, сейчас-то квартирами. Ты, давай, ты в монастырь иди, а квартиру нам отпиши. А как же у меня там жена? Ну, жену только, высели, а квартиру давай я сберу. Вот такие случаи бывают, к сожалению. И это всё довольно грустно, печально и прискорбно. Опять мы не знаем. Мы не знаем, все ситуации уникальны, но я вам описываю достаточно типичный порог нашей семейной жизни. Есть пример преподобного Сергия. Да, его родители, а, да, верно. Да, пока родители, они сказали, пока мы живы, не уходи. Он их похоронил и только потом ушёл. Совершенно верно. Но одно дело, родители... Я, например, ушёл в монастырь, стал монахом, а моя мама была жива, но у меня брат есть, который полностью, так сказать, там с ней обеспечивал её старость. И, собственно, так и было всё это задумано. Мы же здесь говорим с вами о браке, о единении... Ну, это как пример того, что... Мужа и жены, это всё-таки... Брак – это особенная форма единения. Уход за родителями есть некая, ну, почётная, так сказать, обязанность, то единение между мужем и женой – это лестница в небо. Брак создаётся для того, чтобы стать дорогой в небо для обоих супругов, а не для того, чтобы его потом уничтожить в силу каких-то посторонних причин. Может, попробовать договориться, с женой? Ведь и другие примеры из святых, когда муж и жена соглашались уйти в монастыре. Ну, есть, есть, и они против. Я понимаю, что это описано в книгах, а я с вами делюсь просто живым опытом. Ну, понятно. А опыт этот, как правило, негативный. У меня опыта не так много. негативный и очень опасный. Когда вы понимаете, они начинают, эти люди, начитавшиеся этих историй про святых, они начинают планировать разрушение семьи своей совершенно ужасные последствия. А что вот спасительнее всё-таки? Монастырь или брак? Я думаю, что это не очень точный вопрос. Конечно, Священный Песня Нового Завета, о котором мы только что с вами говорили, говорит со всей определённостью, что безбрачие выше брак. Безбрачие, заметьте, безбрачие, а не развод. Но оба эти пути спасительны, оба эти пути благородны, оба пути благословенны, и оба пути ведут людей к небу, если они идут этим путём. А если они пренебрегают, если они называются монахами или вступают в брак, а ведут себя не по-монахски и не по-супружески, ну, тогда соответствующий результат. Просто тут я бы вам ещё сказал, что многое зависит от обстановки социальной. Было время, когда женщина в силу просто социальных условий, социальных, экономических, не могла существовать сама по себе. Она была либо придатком к мужчине, к своему супругу, либо кем-то. Вот почитайте, вспомните, в Деяниях Апостолов и даже в Посланиях Апостолов фигурируют вдовы, забота о вдовах. Почему надо было заботиться о вдовах? Что за проблема вообще? Что это особый класс людей? Ах, Апостолов действительно был особый класс. Это были живые трупы. До того времени если умирает кормилиц, остаётся женщина, да ещё с детьми, ну помирай, может тебя похоронят за общественные счёты, может и не похоронят, так оставят лежать. Вот какова была судьба вдов. На сегодняшний день, с Божьей помощью, женщина экономически, социально, будь она вообще одинокая, не вступившая в брак, или даже жертва развода, или вдова, она ничем не вступает к мужчине, и слава Богу. Ну, слава Богу, она может себе жить, существовать, молиться, быть христианкой, быть матерью одинокой, и при этом не испытывать никаких особенных социальных или экономических трудностей. Вот с учётом этого и строится сопоставление брака и безбрачия. Атец Макарий, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. На этой ноте мы закончим сегодня, но я надеюсь, мы продолжим в другой раз обязательно. Хорошо. И будем продолжать отвечать на вопросы наших телезрителей, которые, слава Богу, нас не забывают. Хорошо. Спасибо вам, спасибо всем. Всего доброго. Я напоминаю, что в гостях у нас был и романах Макарий Маркиш, клирик Иванова Вознесенской епархии. А я, ведущий Сергей Платон, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова